У трудного ребёнка, по мнению доктора Чет и Томаса Александра, скорее всего, может проявляться более поздние годы расстройства личности. Как было видно на примере Гуса и Меланье, трудные дети сталкиваются в своей жизни с большим количеством проблем, чем лёгкие. Во-первых, по отношению к ним родители реже применяют критику, а во-вторых, они ещё и терпимее к ней относятся. Трудные дети требуют большего терпения, понимания, чем большинство родителей может дать им. В особенности, если родители являются стойкими, несгибаемыми типами, или непоследовательными, или душевно больными, или находятся в постоянном напряжении и конфликте. Нужно подобрать особый ключ к ребёнку, чтобы он смог нормально адаптироваться в семье и в обществе. Что необходимо для создания гармонии в семье? Может, со временем стоит попробовать сменить социальное окружение. Если ребёнок растёт в интеллектуальной семье, окружённой горами книг, то, может быть, ему нужно помочь выбраться оттуда, пока не завалило. Ведь излишнее напряжение искажает и путь к познанию. И опять же, не забывайте, есть самый мощный фактор – это любовь. Любовь – самое сильное оружие. Самое сильное. Преимущества трудных. Каждый характер имеет свои плюсы и минусы, зависящие от социального окружения. Даже у трудного характер могут проявиться свои преимущества в зависимости от того, в какой семье он воспитывался. Например, в пятилетнем возрасте он при определённом подходе показывает намного более высокий коэффициент интеллекта, чем лёгкий характер. Вот трудный проявляет себя в таком плюсе. Но это встречается чаще всего в элитарных, образованных, финансово благополучных семьях, где детям могут уделять достаточно внимания. Возрастающие требования к социальной адаптации детей только учёных изучают учёные, и учёные ищут новые какие-то подходы и разработки. Может привести к более драматическим примерам, когда всплывает социальная разница между трудными и лёгкими детьми. Голландский психиатр Мартин Деврайс провёл исследование в племени Масаев на востоке Африки ещё в 1974 году. Когда сильная засуха привела к высокой детской смертности, к своему удивлению он обнаружил, что смертность среди трудных детей много ниже, чем среди лёгких. Потому что ребёнок племени кормили только тогда, когда он активно требовал этого. И к тому же дикари восхищением относились к активному поведению. Трудные дети были более активными, более темпераментными, а остальные малыши довольствовались крохами с их стола. Незгибаемый, трудный, несгибаемый, больше сила жизни. От добра добра не ищут. О бедах других люди чаще всего узнают от них же самих. Поэтому все переживания трудного ребёнка всегда на виду. Зато от лёгкого, спокойного ребёнка родители, сами этого не замечая, зачастую требуют слишком многого. Они мирно радуются всему лёгкому ребёнку, своему лёгкому ребёнку. Подчас забывая, что ему необходимы советы, поддержка, участие. А если у вас трудный ребёнок, то не стоит всё сваливать на его плохой характер. В основном несчастье может заключаться в непоправимой сделке между ребёнком и вами. Защита от внешнего мира.